Наш гость это Сэмэль Абрахам, гость из Словакии. Немножко расскажу о нем. Родился он еще когда существовал в Чехословакии и в молодом возрасте эмигрировал в Канаду, где обучался, учил политологию и защитил докторскую по политической теории и сравнительной политологии. И получив это образование, получив степень PHD, вернулся на родину после демократических преобразований в начале 90-х, где помогал реформировать образование, помогал создавать первый факультет политологии в Университете Каменского в Братиславе. С 2006 года появилась Братиславская международная школа либеральных искусств БИСЛА, Братислава International School of Liberal Arts, ректором которого Сэмэль и является. Также он директор Братиславского института гуманизма, издатель журнала «Критика и контекст» и также много других важных и полезных дел делает у себя на родине и вот заезжает уже к нам. Последняя книга, которую он написал Сэмэль, это «Кризис европейской идентичности. Зеркале Центральной Европы и Словакии». Сегодня тема нашей лекции – это «Кризис в образовании. Это нормально». То есть мы будем обсуждать баллонский процесс и те проблемы, с которыми сталкиваются, скажем так, трудности, с которыми сталкивается реализация баллонского процесса в странах Европы. Возможно, потом сможем также обсудить какие-то акценты белорусские, связанные с реформой образования. Все, на этом я передаю слово нашему лектору, а позже я вернусь, когда придет время, задавать вопросы и ответы. Спасибо. Спасибо, Егор. Я извиняюсь, что я не могу говорить русский, хотя я изучал русский уже так долго, но я не хотел изучать русский, как вы можете представить, в 70-х, когда мы были оккупированы. И, в самом деле, в Канаде я учил русский, поэтому я взял курс, потому что тогда я хотел изучать русский. Семьер приносит свои изменения за то, что он не может обращаться к вам по-русски, хотя он достаточно долго учил русский язык, сначала не хотел, потому что страна была в оккупации с советскими войсками, и потом уже в Канаде охотно он учил русский в течение летнего курса. Но, конечно, я понял, что все, что Егор сказал, и я мог бы говорить, но это было бы ужасно. Но он абсолютно все понял, о чем говорил Егор, но с его точки зрения, если он начал говорить, это будет просто катастрофа. Я объяснила, что крисия обучения как здоровый знак. Может, это было бы не более провокации, чтобы сказать, что это был бы здоровый знак. Но обучение всегда в крисе, для различных причин. Потому что, если у вас есть новый министр, то новый министр приводит новые правила. И обучение всегда не поддерживается. И никогда не хватает денег для обучения. Самир, хотел бы сказать, что кризис в образовании – это достаточно здоровый признак. Конечно, так сказать, было бы весьма провокационно. Однако, можно сказать, что всегда с образованием есть какие-то сложности. К примеру, когда приходит новый министр, в образовании всегда возникают новые проблемы. Кроме того, образование – это такая сфера, которая всегда нуждается в дополнительных инвестициях, в дополнительных деньгах. Конечно же, в образовании всегда есть место каким-либо изменением, каким-нибудь улучшением. Однако, эти изменения и улучшения ни в коем образом не должны быть бюрократическими, не должны быть формальными. Они должны нести что-то новое и быть системными. И, как я уже говорил, это под финансами. Министр обучения всегда хотят больше денег. Это также дорого, не для студентов, потому что, обычно, образование в Европе бесплатно для студентов. Но для государства – это очень дорого. Обычно образование всегда страдает от недостатка финансирования. Кроме того, образование крайне дорого. Оно дорого, возможно, не для студентов, а для государства, которое его и финансирует. Кроме того, еще одна причина, еще одна проблема, с которой сталкивается образование, по мнению Сэмюэлла, является отсутствие конкуренции в Европе. Есть проблемы, но они не задействованы. Есть проблемы в обучении всей Европы. Мы не говорим о Словакии или Беларуси. И вопрос о том, что студенты учатся, что они должны учатся, и какие методы используются в их учебнике. И никто не говорит о том, что никто не обращает внимания. Сейчас Сэмюэл не говорит о каких-то частных случаях, например, Словакия или Беларусь. Он говорит о образовании в целом в Европе. Однако, кроме всего прочего, есть следующие проблемы, на которые, к сожалению, политики не обращают внимания. Эта проблема заключается в следующем. Что изучают студенты в высших учебных заведениях? Что они должны изучать в этих заведениях? А также, какие методы должны применяться в процессе обучения? Потому что это не только умение или количество информации, которые студенты должны учатся, но и студенты должны учатся критическое думание. И это очень важно. С точки зрения Сэмюэлла, в процессе высшего образования, студенты должны не только приобретать какие-либо умения, навыки, какой-либо набор новых знаний, а также называть критическое мышление. Потому что в сегодняшнем мире конфликтов, это не достаточно, знания не достаточно. Потому что, что мы нужны, это способность думать очевидно о комплексных проблемах. В современном мире, полном противоречий, недостаточно просто знать что-либо. Достаточно необходимо, кроме того, и рассуждать, принимать правильные решения. Так много конфликтов, и много вопросов без ответа. Или много ответов к самым вопросам. И не может быть 100%. Поэтому мы нужны критическое думание. Даже вчера, с Александром, мы делали вопрос о логике, о логике. И в современном мире, полный различных противоречивых, иногда конфликтующих точек зрения, приводит к тому, что человеку мало знать что-либо. И ему требуется выбрать между большим количеством вариантов ответов на один и тот же вопрос, ни один из которых не является полным. И именно в этом мире человеку необходимо сформировать свое собственное мнение и свое собственное знание по какой-либо проблеме. К примеру, Самюль отмечает, что вчера у них была очень интересная дискуссия по ряду вопросов. И хотя стороны не пришли к общему мнению, каждый остался при своем мнении, однако каждый из них защищал свою точку зрения весомыми аргументами. И критическое думание тоже важно, потому что, например, многие вещи, которые мы сейчас учим, или мы читаем, или мы принимаем за счет, будут обсуждены в 5 лет. И они, на самом деле, практические. В 20 лет будет много, много работы, которые даже не существуют. Поэтому лучше подготовить вашу сознание для этих изменений, вместо того, чтобы ригидно научить вещи, которые важны только сегодня. станет абсолютно устаревшей информацией. Возможно, через 20 лет будут существовать различные профессии, профессии, для которых нужны будут совершенно новые знания, умения и навыки. И для того, чтобы приобрести эти навыки, человек должен обладать, во-первых, определенной гибкостью и критическим мышлением, чтобы эту новую информацию уметь обработать и использовать в дальнейшем. Поэтому именно такой подход критического мышления гораздо более важен, чем усиленное изучение какой-либо одной предметной области. В этом случае у меня были двумя ответственности. Урапевские унии или европейские страны которые ответили к критическому празднику в конце 20-х октября с Болонейским процессом. У меня будет прощешее такое, что я поговорю о том, как он прямо сейчас и критическом процессе. И что делали либеральные военные говорить? Я уже говорил, что страны европейского союза на кризис в образовании стал формированием болонской системы, на которой Семюэль становится более подробнее о том, что она из себя представляет и какие недостатки он в ней замечает. Я уже говорил, что европейские страны в Европе понимают, что это не компетитивно, это слишком долго и очень дорого. Это одна вещь. Но более важно, что европейская союза уничтожена, но их образовательные системы не конкурентны. Соответственно, образование европейского союза также объединение образовательных систем, многие из которых между собой абсолютно не сочетаются. Ну, как вы точно знаете, и я просто говорю про три момента, которые являются основными функциями Болонской системы, которая была создана в 1998. Это связано с большим преимуществом, что у студентов путешествуют по всей Европе. Как вы знаете, более миллионов студентов по году и выходит в оборудование. Потом есть кредит системы, который объединяет кредит, и вы можете изучить и обратить кредит. А третье, что самое важное для нас, для тех, кто в Лебе-Артс, есть дивизион. В предыдущие было 5-летворческие исследования, в котором у нас получили эквивалентную мастерскую, и Болонья были разделены в бачер, мастер и П. Северли остановится на трех основных вещах, которые принесла Болонская система, Болонский процесс, договор о котором был подписан в 1998 году. Во-первых, это система обмена студентами, то есть миллионы студентов путешествуют, перемещаются по Европе. Кроме того, это система оценок, то есть студент может приехать в другой вуз, заработать определенные кредиты, оценки, и вернуться в свой вуз, продолжить учебу. Кроме того, это разделение. Если раньше 5-летний процесс обучения был единым целым, и на выходе получался магистр, то теперь весь этот процесс был разделен на три ступени, то есть появился бакалавр, потом магистр, то есть доктор наук, то есть то, что называется PHC. Ну, ну, до начала и до этого было много критическовых процессов Болонской процесс, особенно из научных, ректоров из всей Европы. Может, один важный момент было, что политические и бюрократы, а не изучающие, кто привлекли этот процесс. И это важный момент. Также, это уже 18 лет, и бакалавр не считается терминалом. Это означает, что если вы закончите бакалавр, если вы работаете, то вы не сможете получать хорошую работу с бакалавр. Всех ожидает МА. Это не имеет никакого смысла. И третий момент, что Болонская процесс не отвечает Б.А. или бакалавр. Что должно быть учено? Эти три основные вещи, которые я говорил в начале. Естественно, что эта система, весь этот процесс вызвала шквал критики по всей Европе. Особенно сильная критика была со сторон чиновников из Министерства образования, также ректоров университетов, которые отмечали, что система слишком забюрократизирована. То есть в системе не принесено то, что будет толкать процесс обучения далее. Кроме всего прочего, сейчас в Европе степень бакалавра не рассматривается как финальная степень, которую может получить человек, получающий высшее образование. Очень сложно устроиться на работу, имея только степень бакалавра. То есть в среднем требуется степень магистра. Кроме всего прочего, в рамках Болонского процесса не был отвечен на один из самых важных вопросов, которые Семель уже озвучил в своей лекции, это чему необходимо учить студентов. Дивизион был очень механическим. Это было бы как когда мы нашли дивизион. Батчелор, мастер, не было никакой дивизион. Конечно, политики и бюрократы не могли это сделать так. иначе Болонская дивизион или декрет не говорит о качестве обучения. Некоторые считают, что взаимодействие, кредитные и декретные дивизионы декретные декретные это не так. Конечно, Естественно, что отделение на степень бакалавра и магистров образования было очень искусственным. Просто обрезано. Отдельно идут бакалавры, далее идут магистры и все. Естественно, что это не могло позитивно сказаться на самом качестве, потому что бюрократы не могли это сделать более или менее логично, консистентно и так далее. Кроме всего прочего, и самому качеству образования было адресовано слишком мало внимания, потому что считалось, что если будут внедрены такие вещи, как, например, обмен студентов, студенческий обмен, как новая система оценки знаний студентов, то есть система кредитов, которую я упоминала. Кроме того, будет это деление на бакалавров, степень бакалавра, степень магистра и PHD, то качество образования повысится само собой, что, по мнению, саммельно произойти не могло никоим образом. Я верю, что, что может сделать бакалавра значительным – это либерные искусства. Потому что либерные искусства изменяют контент и форму бакалавра. Поэтому ЭКЛАП, который был создан в Минске, очень-очень важен. Он может не дать декор, но те, которые учатся в этих классах, будут воспринимать совершенно другую обучение, чем они в их школах. И с точки зрения Сэмюэла, именно гуманитарные дисциплины, то, что подразумевается под термином liberal arts, могут принести смысл в степень бакалавра. И Сэмюэл, например, уверен, этот проект, который сейчас развивает ЭКЛАП, позволит привнести новое наполнение в процесс образования. Посмотреть на образование совершенно другой стороны. либерал арт модели? Модели. 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 Я знаю, что это очень сложно перевести концепт liberal arts в Словак, немецкий, белорусский или русский, потому что это связано с либеральной идеологией. И это ничего не связано с либеральной идеологией. Для меня идеология просто хорошая. Но это концепт артес-либералис в 11-е веке. очень сложно с точки зрения Сэмюэла правильно перевести сам термин liberal arts на ряд языков таких словатский, белорусский или русский. Однако и сама эта модель liberal arts пришла из латыни со времен Рима и включает в себя определенную модель образовательного процесса. университет Болон, Париж, Саламанка до 11-е веке. Именно этой моделью пользовались первые университеты в мире, например, в Париже, Болонии или Саламанке. И артес-либералис были гуманитарными дисциплинами и подразумевались все дисциплины кроме теологии. и это не как мы учим liberal arts. Для нас важно это процесс и метод изучения, а также контент. Это очень важная разница, как в Европе но, конечно же, мы подразумеваем немного не то, немного иное, отличное от того, что подразумевали под этим понятием в одиннадцатом столетии, мы скорее подразумеваем определенные процессы образовательные, и, к сожалению, этот процесс, то, что должно наполнять именно степень бакалавра, такого наполнения нет нигде в Европе. The continent subject is not important. как opposite, когда вы изучаете в университете в регулярном университете, вы сразу специализируете. После университета, университета университета здесь есть очень важная интер-дисциплинарность и не специализация не не специализация в том, что вы хотите делать, кто вы хотите что вы хотите быть, что вы хотите стать. обучение важен подход. После того, как выпускник заканчивает школу, где было большое количество разнообразных предметов, он поступает в университет, где сразу же он получает определенную специализацию. И эта специализация лишь углубляется с каждым следующим годом обучения. модель подразумевает абсолютно иное. Подразумевает интер-дисциплинарный подход и отсутствие специализации. и если метод будет хорошим, то контент будет следить. Вы можете использовать все но как метод и использовать для дискуссии, для анализации. но конечно почему взять медиокрые книги, когда можно взять большинство книги, но возможно использовать любой книги, потому это метод, который пропагандирует это система практически любая дисциплина. Как научиться читать, любую книгу и далее Samuel расскажет о более подробных методах. Я хочу спросить вопрос, потому это часть либарда. Если вы помните, два года, после вы закончили школу, кто знал, что вы хотите учиться в университете? Вы можете разобрать свои руки? пожалуйста, пожалуйста. Сэмюл задает следующий вопрос потому что вопросы к аудитории являются одним из важных аспектов модели Liberal Arts. примерно за два года до выпускного у кого из вас было точное осознание того, что именно они хотели бы изучать в университете? кем вы хотели встать? Поднимите руки. Те, кто знали и были уверены, что они знают, что они будут делать в дальнейшем. Да. Usually it's never more than 5-10% and it's even less. Maybe you are shy. But it's very rarely that when you are 18 or 17 you want to know what you are going to do until you retire. And as you remember it's usually your parents or luck or some incredible chance that you ended study. And once you started to study you might start liking it or you wanted to be there. But you might actually like it and then you find out that this is not what I wanted to do. Or you find out that there are subjects that you didn't even know about and exist but you cannot switch anymore. And usually 18 my decisions take from parents and that people will teach it's that he has some time специальность начинает в дальнейшем этим заниматься и ему это нравится, однако вполне возможно, что через несколько лет он узнает о существовании каких-либо дисциплин, о которых он не знал ранее, и он хотел бы поменять свою специализацию, но, к сожалению, это уже невозможно. В Недерландии, в Европе, есть большие коллеги в Европе и финансированы по стране. И одна причина, почему в Недерландии финансируют эти коллеги, потому что они считают, что в Недерландии уничтожают несколько миллионов евро на студенты, которые живут в втором или третьем году, потому что они понимают, что они не нравятся, они не хотят, они не могут функционировать. Учатся и потом бросают, потому что выбранная специализация или профессия им более не нравится. Недерландии уничтожают другие школы и институты вокруг Европы, except в Недерландии, как я уже говорил. И сегодня мы можем поговорить о 40 европе, и это в Востоке и в Востоке. Сэмюэл предоставил мне короткую дополнительную информацию о модели liberal arts. К сожалению, в 20 веке данная модель образования не получила своего распространения. На сегодняшний день существует около 40 колледжей, которые преподают по этой системе, большая часть которых находится в Нидерлангах, как уже упомянул Сэмюэл. И нельзя сказать, что они находятся там, или на Востоке, или на Западе, а находятся примерно и там, и там. В Санкт-Петербурге, в Балтике, в Эстонии, в Литвене, в Булгарии, в Украине, в Поле. Поле очень сильное. Все это в Санкт-Петербурге и в Балтийских государствах. В Болгарии, в Польше достаточно значительное количество колледжи преподающих по такой модели. И с точки зрения Сэмюэлла именно образование там поставлено на должном уровне. И они все уникали американские связи. И я не буду поговорить с организацией ЭКОЛАС, Европейского колледжа для liberal arts, которую я помогал установить с моими коллегами. Мы пытались сделать европейское соединение этих колледжей. И можно, если просмотреть на их историю, то можно заметить, что практически у всех этих колледжей так или иначе есть определенные связи с каким-либо образовательным учреждением в США. То есть они заимствуют эти вещи. Но как бы тот колледж, то образовательное учреждение, которое основывал Сэмюэлл со своим коллегой, это в большей степени именно европейская модель. Абсолютно. Сэмюэлл не говорит, что он религиозный проповедник, который говорит, что именно liberal arts, модель образования, спасет все и всех. На самом деле, я даже предпочитаю некоторые критики, которые вы можете использовать в будущем для левого арта. Один, например, и также для ЭКЛАП людей, чтобы предпочитать себя, что это гораздо сложнее с учреждением, чем с учреждением. Учреждения учатся очень быстро, они очень любят дискуссию и пробуждение. Это учреждения, которые используют этот старый метод, которые имеют очень сложную проблему, чтобы улучшить с учреждением к учреждению к учреждению к учреждению, и даже принимать критики. Сэмюэлл, наоборот, приготовил несколько хороших контраргументов, и он с радостью поделит это с будущими студентами ЭКЛАП. И одним из таких аргументов являются следующие. В данной образовательной системе гораздо сложнее профессорам, чем студентам. Студентам нравится такая организация учебного процесса, они поистине ею наслаждаются. Гражды сложнее профессорам, преподавателям, потому что им приходится отойти от тех моделей преподавания, к которым они привыкли. Им приходится отказаться от монолога лекций, и, кроме того, они должны привыкнуть к критике. И те, кто участвует, тоже знают, что это очень сложно, в академическом мире, когда есть ситуация «публичный и париж» и все, в целом, если учил профессор, а потом, в целом, в целом, и в целом, занимаетесь, не привыкли к студентам, что это работает, что все профессорские, и все школы, должны будут обучить. И второе, или третье, в данном случае, что студенты, которые учатся в университете, у них нет подготовки педагогики. Они никогда не имеют минимум педагогики. Университет или университетов, они учатся в педагогике. Но университетов, университетов, они должны участвовать от своих ошибок. И кто страдает? И где учатся в университетах? Во-первых, те профессоры, которые обычно преподают в университетах, выращены в суровой академической среде, которая говорит, печатайте больше статей, думайте о себе, думайте о собственном развитии. То есть для развития ученого очень важно те исследования, которые он сам проводит. Естественно, в такой ситуации остается очень мало времени для студентов. Естественно, качество образовательного процесса от этого может страдать. Кроме всего прочего, допустим, студенты, только что получившие свой PHD, ставшие докторанты, ставшие именно докторами, приходят в университет преподавать без определенных навыков педагогических. Естественно, кто от этого страдает? Опять же студенты. Я учусь. Я учусь, кто от этого святой мастерских. Я учусь, как и по-кли Capуфор Алининград. К zelfу в участии хранения, — это участие с им, с участием. Учу, кто от этого входит в группе. Я учусь, где у человека, Это не все, что, не заставлять их научить определенные правила, но более дебаты о том, что это означает в диалоге с студентами, как осуществить, что студенты понимают, и как ответить к студентам. Это может иногда быть интересным, а иногда не интересным, а иногда просто из-за блока. Система Liberal Arts может помочь таким будущим преподавателям в университете наладить образовательный процесс. Эта система не заставляет изучать определенные методы, подходы к преподаванию. Нет, абсолютно не это. Она, скорее всего, помогает наладить диалог со студентом, выслушивать его мнение, принимать это мнение и привыкать к тому, что возможно мнение студента может быть абсолютно неинтересным, может быть абсолютно необоснованным, но уважение к этому мнению должно иметь место. Вопрос, который хочет задать аудиторию Сэмюэл, вы все либо обучаетесь, либо когда-либо обучаетесь, либо когда-либо обучаетесь в замечательных университетах, высших учебных заведениях. Кто мог бы сказать о своем учебном заведении, где он обучается, либо где он обучался, что его учебное заведение отлично, хорошо и плохо? Кто за то, что оно отлично? И не волнуйтесь, будьте рады о своем университете. Говорите о своем университете. Кто готов сказать, что его университет самый отличный университет? Ни одного? Два? Ни одного больше? Хорошо. Хорошо? 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 Хорошо. Нет, это не удивительное. Давайте я попробую сказать всем, кто сказал, что «эксленно» и «эксленно» и «эксленно» Как вы судите на вашем программе, если вы понимаете, если вы следите, как интеллектуальные навыки будут отвечать. И интеллектуальные навыки являются простыми. Как написать, как читать, как читать, и как иметь хорошую ауропрезентацию. И мы знаем, мы все можем писать, но вы понимаете, что хорошо написать, что плохое написание, что плохое написание. Это одно, что читать в новостях, и другое, что читать хорошую артику, и узнать, что важно, что критиковать, и что ауропрезентация очень полезная в любом области. И естественно, что обычно под интеллектуальными умениями подозревается умение читать, писать, и представлять презентации. Но естественно, что умение читать – это газеты, умение читать какое-либо научное исследование, абсолютно разные вещи. Умение писать и умение писать хорошо – также абсолютно разные вещи. Точно то же самое касается и умение предоставить грамотную презентацию. Если у вас были письменные задания, получали ли вы какую-то какую-то письменную письменную задание? Если у вас были письменные задания, получали ли вы какую-либо обратную связь от вашего преподавателя, к примеру, замечание не позднее, чем через неделю? Потому что в этой ситуации обратная связь является первостепенной важностью. и в этом случае это же самое. В том числе или в том числе или в том числе обновление о том, что вы читали в этом debateе. Потому что вы читаете, но вы может быть что вы не понимаете это. Или в этом обновлении вы получили возможность сказать что вы читали. Потому что это так frustрительно. Вы задавали много вещей, а потом вы не имеете возможности это поговорить. Вы просто слышите профессора сказать, что она или он говорит об этом. Например, читали ли вы регулярно, или это было какое-то постоянное чтение? И обсуждалось ли это? Обсуждалось ли уровень вашего понимания прочитанного? Тоже касается и устных презентаций, и была ли у вас возможность выискать собственное мнение о прочитанном? без возможности проверить действительно ли студенты понимают то, что они читают? И высказывали ли собственное мнение или лишь прислушивались к монологичной речи вашего преподавателя? Now, of course, I want to ask you those who said your school was excellent or good that actually in those terms you were not most likely were not. And the reason is that simply профессор having 200-300 студентов in the class cannot do that. You barely see him or her you know they have the exam at the end of the term and that's it because there is no capacity they still have to publish something they probably teach in another school so it's very difficult so even in the best school in the world you have the same problem the big ones the big ones the big ones and in the end all your communication with the teacher is to his monologue and unfortunately even in the best universities the things happen Now, the liberal arts education are not only in industry of education they are also as I said trying to raise critical thinking and of course in various societies critical thinking has different positions and the critical thinking or questioning the society in which we live is part of maturing part of finding who we are what we want to be and what is our position in the future and it's not easy it wasn't easy in Slovakia before 1898 of course before 1898 but even before 1908 and it's not that easy here I understand that of our However, of is not the of a of the of the the those of the of the of И сами будут понимать, что, возможно, в нашей стране это также могут быть определенные сложности. И, конечно же, иногда риския свою позицию. Существует два подхода о том, как организовать систему либерального образования, liberal arts. Во-первых, это сделать ее частью гражданского общества, то есть в дебатах и с представителями власти, и с представителями гражданского общества. Возможно, достаточно рискованный подход, но он может оказаться достаточно эффективным. Но есть также способ, и это очень легитимен, что я не говорю, что один из хороших или другой из хороших. Один из-за изолирования эститута. Он создает, как бы, боблит, который позволит подозревать эту проблему. Он создает боблит, и будет функцией, как свободный образование, который пробивает проблемы, но не застреливая свою визу на внешний мир, потому что она может быть в проблеме. И иногда лучше проживаться, и, по крайней мере, освобождать студентов, которые участвуют, чтобы им осознавать ситуацию, вместо того, чтобы также поменять мир. Есть еще второй подход. Ксамилу не говорит, что один из них плох, другой хорош, нет. У обоих есть свои достоинства и недостатки. Второй подход заключается в следующем. Создание определенной сферы пузыря, в которых и находится система liberal arts. То есть студенты, обучающиеся там, обмениваются мыслями между собой и развивают свое собственное критическое мышление. Но таким образом происходит просвещение студентов, но нет попыток изменить окружающий мир. Потому что мы, в конце концов, обучающие, не политологи. Мы анализируем, мы описываем, и мы минимум, даже если мы пытаемся. Потому что часто, люди, которые в силу не интересны или не хотят говорить с нами. Ксамилу считают, что все-таки мы являемся, он в частности является представителями образования, то есть академического сообщества, чьей целью является не делать политику, а просвещать людей, нести знания. И вполне возможно, что второй подход более важен и более эффективен, особенно когда политики от власти не склонны вести какой-либо конструктивный диалог. И я не говорю о Беларуси. Это проблема в каждом стране. Потому что мы испытываем те же проблемы глобальные. Пусть и общество цивилизма имеют отношение в любом случае. И так часто, эта группа людей иногда способны поговорить и поговорить с людьми в силу, но очень часто они не говорят. Или если они говорят, они не слушают. Это проблема глобальной. У нас есть разные подходы, разные стратегии, и это наша вера. Это мы можем ожидать от этого. Мы не должны быть слишком большим ожидания, что мы должны сделать небольшое. Мы должны делать небольшое работа, как Томас Гаррин-Мастарик, первый чек-президент, сказал. Это небольшое работа, небольшие шаги, это очень важно. Семиол отмечает, что такая ситуация характерна не только для Беларуси, но и для всего мира. Потому что данная система сильно отличается от общей принятой. Естественно, она встречает некоторое противостояние у, например, существующих образовательных учреждений, а также у политиков. Возможно, в некоторых странах к представителям этой системы выслушивают, по крайней мере. Не везде прислушиваются. Однако, сами он считает, что лучше делать маленькие дела. Одно маленькое дело, второе маленькое дело. и таким образом чего-то достигает в жизни. Один шаг за, два шага в преду. Окей. В конце концов, я расскажу вам мою личную опыт. И как, как я говорил с моими студентами, потому что, хотя мы учимся политическую сайту, я говорю моим студентам, что это не только политическую сайту, но мы пытаемся узнать, кто вы. вы. И немного из собственного опыта Сэмюэла. Когда он преподает политологию своим студентам, он говорит, что я преподаю вам не политологию, я вам преподаю науку о том, кто вы есть. Когда вы встречаетесь с новыми людьми, вы так или иначе категоризируете их, делите их на определенные группы. Сейчас Сэмюэл расскажет, как он категоризирует людей. Существует большое количество людей, которым все равно. Которых не волнует какие-то глобальные проблемы, у которых есть хоккей, футбол, пиво, сосиски и на этом все. И я сказал, что это ничего, что в самом деле нет. Но вы не можете говорить о том, потому что это большинство. Конечно же, в этом есть что-то неправильное, но с этим ничего нельзя поделать, потому что таких людей большинство. и тогда вы встречаетесь с фанатиками, все различные фанатиками, которые могут быть религиозными, идеологическими, или которые любят конспирации. в первом месте. Следующая группа людей – это фанатики. Причем различные типы фанатиков попадают в эту категорию. Это и религиозные фанатики, и идейные, и те, которые увлекаются конспирологическими идеями. Now, not that conspiracy do not exist, but the problem is that those who believe in conspiracy, whatever they start to analyze, they search for conspiracy in the first place. When you analyze, at the end you can find a conspiracy, but you cannot start analyzing with searching for a conspiracy. Now, among intellectual, you know, the brainy people, you find relativists. no justice, no future, no hope, everything is bad. This is still a group of people that actually give up their responsibility to do anything for their society. No hope, everything is bad. Relativists. Relativists. Okay. Now, you also have optimists. You know, this is still another category. And usually, they rely on the consumer life and if they can travel. And if they succeed in those, then they see the world is perfect. Cornelius. they're not perfect. For example, And if they're optimistic, they're optimistic. And if they're optimistic, they're optimist, they're fun. They're better, they're sad. Они понимают, что мир направлено с модернной технологией и идеологией. Они принимают это как правило. Почему они же называются скептиками? Потому что они не хотят этот мир менять, но они также не готовы от него отказаться. Они также осознают, что невозможно избавиться от внутренних напряжений либеральной демократии, то, чем является капитализм. И поэтому экономическое неравенство и политическое неравенство необходимо именно для того, чтобы общество было стабильным. И вы не сможете избавиться от этого, потому что если вы не избавиться от этого, то, как советский системат пытался сделать экономическое равенство, то система уничтожает в тоталитарий режим. Если вы попытаетесь это изменить, то, возможно, будет уместно привести пример Советского Союза, который попытался внедрить экономическое равенство. Вся система просто-напросто рухнет. И, к сожалению, конфликт внутреннего напряжения между этими двумя ситуациями так и останется. Это внутреннее напряжение изначальное, и с этим приходится смириться. И это, в самом деле, что было так страшно для тех, кто, после того, как уничтожение Советского Союза, и получили свободу, и думали, что все будет изменять в мире. Именно вот это внутреннее напряжение стало самым большим разочарованием для тех, кто перестал быть Советским, то есть после распадок Советских государств, принял новую демократическую жизнь и осознал, что вот эти вот неравенства существуют. И именно ими вот эти неравенства чаще всего воспринимаются как несправедливые. И именно государство всеобщего благосостояния, которое часто так говорят, именно попытка решить вот эти вот неравенства. Таким образом, являетесь ли вы богатым или бедным, у вас примерно одинаковые права, но если вы являетесь более богатым, у вас больше возможностей влиять. на какие-то определенные политические решения. Однако в обществе, где есть свободный выбор, равенство прав более заметно. Now, so the solution is to try to understand your position. We live in a different society that are shaped historically differently, and so you have to recognize that this is even if the things would change here, you will still have to face this irreconcilable tension. И мы все с вами живем в обществе, которое сформировалось по другим, в соответствии с другими историческими событиями, другие факторы оказывали влияние на его развитие. И таким образом, нам все равно, так или иначе, придется осознать, что если что-то изменится кардинально, нам придется принимать какие-то важные решения. И таким образом, вы можете сохранять молчание, однако вам будет очевидно и лицемерие властей, и определенные политические мифы, и используемые, и определенные нарушения прав человека. The best definition of liberal democracy, whether you can do these three things freely, if you can do those, that society is on a very high level. It doesn't matter, what kind of constitution you have, what kind of political structure. It is these three, as an individual, you can express yourself, and you are not put in trouble. And hence, I am coming back to liberal arts, it is to judge, comprehend the complexity of this strange, murky world. It doesn't offer answers that are clear or one way, but do not lead to black and white vision and division. And hopefully, in whatever societies we are, hopefully you will not become a relativist, fanatic, optimist, blind optimist, or lazy bum, but actually, kind of a constructive and active skeptic. And he hopes that you will not become any fanatic, or optimist, or blind optimist, or even those people who are still alive. He hopes that you will become a skeptic, wise skeptic. Yes, active skeptic. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I want to thank you very much. Thank you very much. I want to thank you very much and welcome to the beginning of your speech, when you spoke about problems of education. In short, you said that one of the problems of education is that it takes too much time. How, by the way, how much time should it take a good education? I think it is in a tough time for a long term. I have a lot of time for a long term. I don't think it's a long term. It's a long term. Thank you very much. преподавателей, потому что мешает некоторых из нас работы, и некоторые вузы не знают, как сократить свои учебные программы, потому что, допустим, традиционно есть вузы, в которых 6 лет студент получает высшее образование, и вот я знаю, что это образование осталось шестиленеем, несмотря на все попытки его сократить. Вот такой стереотип. Это первый вопрос о сроках образования. И второй вопрос. Мне кажется, что, когда вы говорили о проблемах модели liberal arts, вы говорили о том, что преподавателю сложно приспособиться к этой модели, но мне кажется, что, ну, насколько вот я, может, я и не права, многие студенты настроены очень серьезно в отношении будущей профессии, и они могли ставить профессиональные навыки выше, чем те навыки, о которых вы так четко рассказали, навыки научного чтения, писательские, понимаете. У меня недалеко вчера был очень жесткий, неприятный для меня разговор со студентами, которые мой гуманитарный предмет считают для себя гораздо менее важным, чем свой профессиональный, ну, творческий. Ну, в частности, чтобы было ясно, я скажу, что речь шла о, для будущих актеров драматического театра, о вокале, они его считают очень важным, и об истории искусств в этом утрене. Вот, как вы считаете, будут ли проблемы для становления liberal arts, то, что студенты не готовы еще воспринять вот эти вот новые ценности, это все-таки молодые люди, и для них проще и яснее понимать, что научусь петь, становиться актрисой. А как же я буду писать эссе, как же я становиться актрисой? Это меня испортит. Два вопроса. Okay, well, first question, of course, you see, the age from 18 to 21, this is the most impressionant mind. This is the mind, the brain is like a sponge, and we can see in our three years studies, in the United States usually four, but three is enough, if the study is really serious, deep and comprehensive, in three years the students can actually transform, because usually they come these days from rather bad high school studies. That's unfortunate, actually. Before 1889 we somehow had better high school than these days. You probably the same thing. So the students come with bad habits of study, so in three years you can actually teach or the students can teach and develop all the skills that are necessary for most of the jobs in the world. Because if he or she can properly write, read the memos and create a quick written response to a problem, and present it orally, every big company will welcome. And actually our graduates are taken by these companies because they know, ah, he studied liberal arts, he knows languages, he knows how to read, write, and is able to speak and communicate. So, so this is, this is, this is for the most general jobs, to, to hold students for six years, in, to, 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 and then he or she become a manager. Let's have a translator to, a chance, let's give a translator a chance. Oh, I'm sorry. I, 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 I forgot that, because I understand it doesn't mean anything. . 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 с другими людьми, то есть общение, в состоянии сделать определенную презентацию, и для всего этого нет необходимости учиться целых 6 лет. Because even in 10 years you can never teach students what will be the problem in certain company or certain institution, because these are things that come. And the best preparation for these unknown problems are these intellectual skills. Now, for someone who wants to be academic, of course, then it's necessary to go to master's degree, or actually it's often they skip master's degree and they go to PhD, but in the United States and Canada, where I studied PhD, the PhD is 7 years, and this is necessary. Whereas in Europe in 3 years, you go to Oxford, actually, and you just write. You don't go through the subjects. So this is sometimes very unfortunate, because you can come up with a rather average education accepted to good English university, and you don't go through the subjects of the discipline, and you have an Oxford degree without really going thoroughly through the discipline. Very often happens, that students finish the baccalaureate, and then they pass the degree of master's degree and immediately they pass the degree of writing their PhD. So they can pass the degree of much more than a number of students. First of all, in some universities, for example, in the United States, in the United States, in Canada, in Canada, everything takes 7 years. It's less than 7 years. It's less than 7 years. And it's a lot. And it's possible that students, after a certain course in the university, after a certain course in the university, may have very straightforward knowledge on the main subject. So after the baccalaureate, they go to writing their dissertation, they just write, 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 write. And so, the person finished Oxford, and the specific knowledge of his discipline is very little. Now, to your second question, if I understand properly, that the students might sometimes not understand. Why do they have to study this? This is not for practical world. This is something obscure, you know, for monks or some crazy artists to do. Now, this is our responsibility of teachers to relate it to life. In that subject, where you discuss theatre or art history, somehow relate it to what students think and believe about this world. If you relate it to commercials or to consumerism of this world, how the art, true art, differentiate from this, and how it's actually a barrier against the consumerism that devours us, that kills us. It is also important to explain the courses that are Attract with the Introduction of This plan. This method is to explain the importance of this approach to And this ability of educators can read the next reason that they can find something that is in the way that they are in обычной жизни, some examples that have been an artist with art history, or something that has been linked to every partner with art history. In the public way that offers the art history, these things that are similar, барьер от общества потребления. Ну, главное, не сдавайтесь, потому что вполне возможно, что в дальнейшей своей жизни ваши студенты вполне осознают, что чтение Шекспира или, например, Чехова гораздо важнее, чем тот идиотизм, которым они занимаются для того, чтобы заработать себе на жизнь. Да, да, спасибо. Спасибо, еще вопросы? Вот, пожалуйста, там. В нашей стране сейчас акцент делается на практикоориентированный подход. И причем это не только для службов, но и для высших учебных людей. И вот в этой связи у меня такой вопрос, в какое, на ваш взгляд, должно быть отношение между теоретической составляющей подготовки студентов, да, и практической. Причем, собственно, это практическая подготовка. То есть это практика, которая мне осваивает на занятиях в форме дискуссии, тренинга, да, либо же это именно на тех предприятиях, в организациях, компаниях, когда они могут это потрогать каким-то образом, но прикоснуться, чтобы все-таки научить это более конкурентоспособно на этих компаниях. И, конечно, это очень хорошо. И я не смотрю на них и говорю, что просто читайте Шейкспира и Плато. Это не исключение. На самом деле. Право или, к примеру, экономика или наука менее важны. Мол, читайте Шейкспира и Платона и все. Нет, это никоим образом не так. Система Liberal Arts может принести очень много и в преподавании естественных наук. Например, тот же врач вполне возможно столкнется с какой-то этической проблемой в своей практике. Почему бы врачам не изучать этику? То же самое касается физиков, химиков, которые так или иначе своими открытиями, своими исследованиями меняют окружающий мир. Вполне возможно, что в своей жизни, в своей научной деятельности они столкнутся с определенной дилеммой, с проблемой выбора. И им нужно будет принять какое-то взвешенное решение. И именно система Liberal Arts помогает принять такое решение. Кроме всего прочего, им нужны те подходы, которые формируют, подходы к критическому мышлению, которые формирует система Liberal Arts, как просто личностям, как гражданам в обыкновенной жизни. It is said that the United States has one of the best education in the world. And the reason is that all the great schools, you know, the five Ivy Leagues, that they have the graduate programs, all the students did Liberal Arts in their undergraduate studies. or 90%. И считается на сегодняшний день, что американская система образования это самая лучшая в мире. Однако, все те высшие учебные заведения, самые лучшие учебные заведения, которые входят в Лигу Плюща, американские, у них есть в течение обучения в университетах студенты проходят курсы по именно методике Liberal Arts. And, of course, they specialize in their master or PhD studies. But they have a good base. They have a very good base. And actually, Liberal Arts doesn't mean that it's a three years of general thing. Actually, after one year, you choose subject that you want to specialize in. But the method of Liberal Arts is used throughout. Now, to respond directly to your question, ideally, it would be that those who specialize, and majority of European students would specialize after high school, that they would have certain subjects and methods used in the Liberal Arts. Of course, it's very difficult if you have a class of auditorium of several hundred people. But even that can be divided and so on. And so ideal would be that they would have a element of Liberal Arts in their studies, in their specialization. And then you would have a Liberal Arts studies where students would study what I have described in my presentation. And this is not only Belarusian Russian theme. As you might know or read, in England, they abolished a number of philosophy departments. And you know, you can say, well, philosophy, it's just for those cloudy intellectuals or academics. But as you can see, all the great dilemmas of this age have no clear answers. And it is less that Putin and Poroshenko and Fitsos of this world will solve it than those who understand the history of our civilization. And, for example, the problem with the presence of the Liberal Arts in the education system is not only for Russia, but for Belarusians. For example, a few years ago in Britain there were forbidden all the philosophies... No, 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 no. ...the most of the philosophies of the faculties. And, as I said, it was forbidden to be... It was forbidden to be... It was forbidden to be... I apologize. I apologize. And... It seems to be, it was possible to imagine, that the philosophy is only interested in the world in the heavens of the scientists. However, on the other hand, all global problems, which they have studied, have no decision to still be present. And, perhaps, these problems are much more important than the negotiations, for example, Putin and Poroshenko. Now, as you know, and, of course, this is not the directly answer to your question, but, as you know, the human nature has not changed for thousands and thousands of years. What has changed is the technology, the development. But our fear, our preconception, our stereotypes are similar. are similar. And that's why it is worth still reading those Plato's and San Agustin's or Hegel or Nietzsche's. our human nature has not changed for thousands of years. The technology is changing and the ideology is changing. However, we are almost not changing. It is possible to read Plato's, Agustin's or Nietzsche's. And if you read Machiavelli's discourses or Aristotle's ethics, it is as if it was written for now and for us. And really, those two books, watch out. Aristotle's ethics and Machiavelli's discourses. Not Aristotle's politics and not Machiavelli's prince. It is the result of The two books The two books are Aristotle's ethics and Machiavelli's and the his book and the and the government and the he The and the he is about the book Мы в Беларуси, наверное, уже очень часто помним и говорим о проблемах нашей системы образования, ее нереформированности, о том, как она застыла в советской системе, что все это плохо. Но очевидно, что здесь есть и преимущество, потому что мы можем уже использовать, в том числе, европейский опыт, зная, как мы их можем реформировать. Исходя из всего того, что вы сегодня говорили о баллонской системе, о liberal arts, как видите, для страны, очевидно, не только Беларуси, но сложно сказать и других, потому что все остальные уже в баллонском процессе в нашем регионе, вот для постсоветской страны, советской системы нужно все-таки вступать в баллонский процесс при всех его проблемах, все-таки пытаться присоединяться. Либо же стоит, может быть, строить одну модель liberal arts, стараться проскочить стадию баллонскую, или пытаться действительно комбинировать некую свою уникальную модель, что является оптимальным путем реформ вот из этого опыта. Я думаю, что это хорошо, если вы входите в Болонский процесс, потому что это очень хорошие вещи технические, что вы действительно осуществите кредитные системы, и тогда, когда вы идете на изучение, у вас нет проблем, поэтому это одно. И, конечно, кто не хочет делать экзаменов, все хочет путешествовать, это более академическое туризм, но это все еще хорошо. Теперь, с точки зрения этой дивизии, эта дивизия тоже очень-очень хорошая, но это как вы выполняете предыдущие и потенциал университетских студентов, которые я задумал. В принципе, присоединение к этому процессу было бы весьма эффективно. Во-первых, это было бы хорошо с точки зрения технических, было бы хорошо. То есть, определенная общая система оценки знаний студентов, это прекрасно. Опять же, научный туризм, кто не любит путешествовать, особенно студенты, тоже было бы хорошо. В-третьих, даже это разделение на три ступени, бакалавр, магистр и доктор, также великолепно. Смысл в том, чтобы это не было таким механистическим процессом. И вопрос также в том, насколько это будет соответствовать ожиданиям студентов, насколько это будет соответствовать тому потенциалу, который у них есть. Now, in Europe, the liberal arts is actually developing rather differently than in United States. And in United States, you have lots of small, independent residential colleges all over the country. В Европе система образования развивается немного не так, как в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах есть большое количество отдельных научных сообществ, которые разбросаны по всей стране. В Европе, особенно в Недерландии, но также в Германии сейчас, III в Европе, в России. Тренний fac figure, хотя мы после Décerки за 25% frühкубурных, в Европе конечно, и еще Infinево. В туровность, в мире это послестроения, потому что после教ца зарядного usa все-urprevность, чтобы воспринимать обучение, как оно должно быть. И это то, что для Европы. Мы не имеем денег или спонсор, чтобы создать тысячи маленьких, индепендентов, более expensive колледжей. И в таких колледжах профессора университета получают представление о том, как должен быть организован процесс обучения студентов и то, какие преимущества это предполагает. Now, ideally, and actually we are going to have a conference on 8th and 9th of October in Brussels. And there are about 35 liberal arts colleges coming there and we are going to talk to thousands of rectors of various big schools, you know. And what we would like to convince them that please open this liberal arts kernel, a little thing within your university. And this would be actually the way to proceed with accessing to Bologna process, that your good state university create these kernels of, you can call it excellence, you can call it the different way of teaching that would actually enhance and help the whole institution. In Brussels, in October будет организована конференция по проблемам преподавания в формате liberal arts. Именно на этой конференции будут пытаться убеждать ректоров европейских университетов в том, чтобы при их университетах были открыты определенные институты, пусть колледжи, пусть школы, без разницы, как это называется. Но именно в этих маленьких образовательных учреждениях будет попытка организовать то, что и предназначает под собой система liberal arts. Now, the chance is actually rather small, because liberal arts is rather expensive if you have small group and small for discussions and so on. It's much more expensive than a large university. But we should not stop liberal arts because it's expensive, but we should rather try that it's not expensive enough that we can live without liberal arts. Система liberal arts достаточно дорогая, потому что гораздо сложнее организовать образовательный процесс для небольших групп людей, чем, допустим, для большой аудитории. Однако, тем не менее, именно этот вопрос стоимости не должен останавливать усилия сторонников этой системы, потому что здесь вещь идет о том, настолько ли дорога система liberal arts, что можно жить без нее. Возможно, без нее жизнь обойдется гораздо дороже. Now, it would be our first test, if, let's say, A-Club will create a meeting of your rectors from Belarus and discuss that, whether they would want to do something like that. That would be rather difficult. I go to see, I'm at the rectors conference in Slovakia, and I must say that besides money, funding and changing the position, they discuss nothing else. Возможно, A-Club соберется и организует конференцию с ректорами белорусских вузов и попытается продвинуть эту же идею. К сожалению, когда точно такой же организовывал Сэмюэл и его коллеги в Словакии, эта идея потерпела крах. На таких совещаниях обычно не говорится ни о чем, кроме финансирования и передвижения людей по позициям в рамках университета, в министерство образования. Once I stood up at the end, and I said, Dear Excellences, did you notice that after this four hours, during these four hours we were having a discussion, there was not single mention of students or quality. И в конце этой конференции, которая заняла несколько часов, Сэмюэл заметил, вышел, встал с ремаркой, что за это время не было ни разу не упомянуто ни слова студент, ни слова качества. Когда первый вопрос задавали, и вот в том числе потом сказали, что есть такие плохие привычки, которые со школы отстаются, с которыми надо потом работать. И меня всегда занимала эта ситуация, когда этот разрыв существует там уже бесконечно. Я когда маленькая пиларная тоже говорила, помню, в школе типа все придется забыть, ну, нам всегда, что-то говорили, в университете. И не беспокоит ли или вносит ли веберал-арц какой-то вклад в то, чтобы этот разрыв как-то сокращался, чтобы вот все эти травмы, нанесенные системой образования в школе... Слечили? Да, разные, разные. Я абсолютно серьезно о травмах, я именно так считаю. То есть как-то они... Ну, то есть случаются какие-то вот все-таки диалог между этими двумя частями одной системы? Да. Или нет? И второй вопрос. Считаете ли вы, что либерал-арц менее насильственная система по отношению... Ну, в сравнении с той системой образования, которая существует в современных вузах? И если да, то что делают люди? Now, the first question, of course, as I said, we came, come with all kinds of habits and different high schools. Now, and actually, this answer the second question as well. One, one great philosopher who actually dealt with liberal arts, he said that we are not students and teachers, but we are both students. We are only more mature students than you. And we are reading the great teachers and their books. Да, конечно, все люди приходят после школы со своими собственными привычками. Сэмюэл постарается, как бы, с точки зрения Сэмюэла и ответ на первый вопрос, и ответ на второй вопрос так или иначе связаны. Как сказал один великий ученый, один, который... вклад которого именно в систему формат liberal arts несомненен, все мы здесь студенты, и студенты, и профессора. Потому что только разница только в том, заключается, что профессора это более зрелые студенты. Все читаем книги великих людей. И это значит, чтоbers offshore. И company leader, Лео Старес, говорит две вещи. Знаете, что мы только с демейлеры, и молодыми студентами, но которые свои mindы демидуют в другом, и мы можем только поговорить о том, какие свои mindы генералом не демидируют на обслуживающихся вещи. Расскажите, насколько это означает для студентов, что моя школа, она не демидирует и урожает эти музыки, и даже те самые большие думы, как сказал ученый Лео Штраус, даже великие умы находятся в противоречии друг с другом, то есть их точки зрения на многие вещи не совпадают. Таким образом, и студенты, и преподаватели являются лишь студентами, и точно так же эти великие люди имеют различные точки зрения. Таким образом, цель студента лишь понять, почему у них такие точки зрения, и понять, в чём заключаются их противоречия. Но не понять, что хорошо, а что плохо. И студенты, даже с плохими традициями, понимают, что даже самый лучший мозг в истории соглашает, что ваша учитель не имеет точную ответственность о том, что право или право. Это означает, что студент чувствует, что он является мастерным человеком. И это изменит все в его или ее. Даже студент, которого за плечами плохие привычки, школьные привычки, сложное школьное прошлое, приходит и понимает, что преподаватель — это такой же студент, как и он, только более зрелый. Что великие умы, философии, истории точно так же не соглашаются друг с другом. Это повышает его осознание себя как ценности. Как мастерным человеком, который осознанен как такой учительом, ваша мнения не важна. Потому что учитель говорит, «Я не имею четвертую ответственность на эти вещи. Я не имею одну ответственность. Я не идеолог. Вы, в принципе, может, научитесь мне иногда с вашей думкой, которую я не знал раньше». Студент рассматривается как зрелая личность, его воспринимают как зрелую личность и относятся к нему соответствующе. То есть у преподавателя нету однозначных ответов на какие-то вопросы, и что такое очень хорошо, что такое плохо. И таким образом мнение студента также может оказаться правильным, и преподаватель может что-то взять из этого мнения. Иегур сказал мне, что я должен быть short, но я расскажу вам одну историю. Я поговорил с биографией от Hannah Arendt, и она тоже была ее студентом, или ее assistant. И тогда я спросил ее в конференции о Hannah Arendt, «Дай мне что-то, что ты не положил в твоей биографии от Hannah Arendt, что тебя не помнишь, и что ты еще не помнишь». И она сказала, что мы проведем в доме от Hannah Arendта, и она сказала, когда она спросила, что мы должны делать, когда мы должны быть учениками. И она сказала, «Да, ты будешь учениками, но слушайте, всегда возьмите их домой, приготовьте их, приготовьте их, и говорите с ними. Вы научитесь больше, и это будет самое важное для вас, и для вашей обучения». Самил рассказывает пример из своей биографии. Он участвовал, разговаривал с биографом, ужинал с биографом Hannah Arendt, и когда он спросил у нее, что вы не включили в биографию, в официальную биографию, но что больше всего вас шокировало, ответ был следующий. Когда мы были студентами, а биограф раньше был ассистентом, студентом Hannah Arendt, мы спросили, что нам нужно знать как будущим преподавателям. Ответ Hannah Arendt был следующим. Вы приглашаете студентов домой, готовите им, и беседуете с ними. И именно в этом моменте вы узнаете очень много важного и для себя, и они узнают очень много важного, и это очень важно для вашего общения, для ваших коммуникаций. И лучшие беседы, лучшие рассуждения всегда происходят с обеденным столом. Как много студентов решает в системе Вибровод? Как много он решает в процессе, участвует в принятии решений по программе, по методам, по сумме? И каждый курс должен быть использован через этот метод. Они должны писать, они должны читать, они должны дебать, они должны дебать. Это не важно, если это в сайте курс, или в литературу, или в философе курс. И каждый курс означает какую-то мастерство этого молодого человека, и также его или себя как это является частью и частью этой школы. Каждый курс, который начинает студент в системе, содержит все те же элементы liberal arts. То есть чтение, обсуждение, и так далее. То есть каждый новый курс все эти элементы повторяются. То есть каждый новый курс он углубляет знание студента в какую-либо область. возможно вы хотите что-то другое спросить? Maybe I didn't answer what you asked today. So we'll go on. Вы имеете ввиду насколько студент решает в самом образовательном процессе взять вот этот курс или вот этот курс? Нет, нет. Определены заранее методы содержания или студент в том числе участвует в определении того, что это будет. Are methods and content of some certain courses predetermined or student and participation в определении what will be studied and how this will be another lecture. There are several ways how to establish liberal arts college. whether you read big books. There are schools that read only big books nothing else. Then there are other schools that students can choose anything who he or she wants. And then there is still another school that actually try to find readings and debates where you acquire knowledge so you can analyze the current society. that will be another lecture. you will continue talking about methods and approaches. There are colleges who practice the system liberal arts and students read large books. There are those who only the student will determine what he will study and so on. and just just to finish all three have their advantages and disadvantages but as long as they keep that method you know it really doesn't matter as I said if it's not phone book whatever whatever will do. But the problem is that all together one is the the approach to the system liberal arts which is critical and critical and what is is one or two questions. We have a little more. Yes, please. I have a question. I have a question. I have a question. for the most of most of students in the high school are like the 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 что студент не дает себе отчет, что, возможно, это вообще не его вина, что он советует все документальные предметы брать в толку и лишь идти по какой-то узкой специализации. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как следует трансформировать школьную систему? Ну, там есть несколько школ, например, это Интернационная бакалерия. Это школы, где они позволяют студентам express themselves, которые учатся как матурным человеком. Потому что что обычно делается в школе, это циклопедическое знание, которое они получают. Существуют различные международные школы, как Интернационная бакалерия, и в них, к сожалению, там будут более приспособлены к системе, более похожие на систему liberal arts методы преподавания. К сожалению, в старших классах обыкновенной средней школы ученики, скорее всего, получают стандартное энциклопедическое знание, которое сегодня, в эпоху Википедии и смартфонов, потеряло свою актуальность. Теперь, когда мы говорим о интеллектуальной лазинке, или о том, что не имеется в виду, это очень сложности. Если вы не получаете любовь и вообще «сидсвлаж», это лучшая expressка для этого, что вы действительно изучаете и любите это, то это очень сложности. Но, как я уже говорил, это такие маленькие лазинские коллеги, где некоторые из них могут восстанавливаться и восстанавливаться. Но есть много студентов, которые живут, даже в нашей школе. Они хотят идти в школу, где они пытаются изучать и ученики пытаются изучать. Такие плохие привычки, как интеллектуальная лень или нежелание читать в принципе, с ними достаточно сложно справиться. Поэтому людям, ученикам следует настраивать себя на то, что нужно читать, нужно познавать окружающий мир. И, к сожалению, даже вот в этих международных проектах, то есть до университета, где образование ведется по более-менее близкой системе к liberal arts, существует очень много студентов, которые решают уйти оттуда, пойти в обыкновенную школу, в старшие классы, где они притворяются, что они учатся, а преподаватели притворяются, что они чему-то их обучают. И последний здесь, по-моему, тут? Да, пожалуйста. На мой взгляд, такая система, такие методы, liberal arts, они ставят проблему того, как оценивать результаты работы студентов. Ведь, естественно, каждый имеет право на собственное мнение, каждое мнение должно уважаться, есть чтение, есть обсуждение. Как система liberal arts подходит к решению проблемы оценивания работы студентов? Да, да, это значит, что вы д что она думает, что это полезно. Нет, это личность. Потому что те, кто не занимает читания, говорят, что они думают, что они хотят. Это нужно читать текст, и критиковать, взять то, что важно, и поговорить или сравнить с другими думками. Студент может выражать свое мнение, говорить все, что он хочет, не имея отношения к предмету, к теме урока или так далее. Допустим, заданием является чтение. То есть, прочтение какого-либо текста и его критическое обсуждение. То есть, из этого текста нужно выбрать какие-либо главные, определить, допустим, взгляды автора, страгиваемую тематику, и сравнить с такими же взглядами на такую же проблему у другого автора. Именно вот этим занимается. И я не понимаю, если студент скажет, что я люблю коммунизм, но дайте мне хорошие аргументы, чтобы объяснить это. И, в самом деле, лучший семинар, где есть 10 студентов, и учителя, где учителя скажет необычное. И студент вполне может придерживаться любого знания. Например, ученик, студент может сказать, что он нравится коммунизм. Смысл в том, чтобы он аргументированно подтвердил свою точку зрения. И, на самом деле, самым идеальным уроком является, уроком, где есть преподаватель, примерно 10 студентов, это такое занятие, где преподаватель говорит меньше всего. И это может звучать absurd, но, слушайте, если учителя между студентами на уровне, где ученик согласен, и видит, что это мастерное debate, то, почему он или она прийти в этом debate? Это только, когда кто-то говорит нонсенс, или кто-то говорит что-то, что ученик остановит этого человека, или скажет, что это не релевантно, или, что ученик отказался куда-то, и тогда ученик входит. Но представьте, что есть мастерное debate между 19, 20-летним человеком. Это идеально, это прекрасно. Такое заключение о идеальном уроке может показаться странным, но если учителя удовлетворяет тот уровень, на котором ведется дискуссия, учитель редко встревает, потому что все и так прекрасно. То есть учитель может, преподаватель может войти в дискуссию в случае, если кто-то абсолютно не подготовлен, и это очевидно, когда какие-то грамотные рассуждения заменяются болтовной, или болтологией, как у нас любят говорить, или когда сама дискуссия отошла от первоначальной темы. И, конечно, это редко, потому что студенты не используют читать. Литерально. Потому что смартфоны не могут сидеть и не могут их читать больше, чем 20 петель в неделю. Когда я учился в Канаде, я должен читать два в неделю. И это возможно. Это сюрпризно. очень сложно это очень трудно сейчас иметь эту мастерную дебату. Но это идеально, что молодые дети имеют дебаты, которые ученицы уверены. вы слышали. К сожалению, такие идеальные ситуации, идеальные уроки случаются крайне редко, потому что, к сожалению, студенты не привыкли читать и вина может быть отдана смартфонам. Сейчас очень сложно заставить студента прочесть 20 страниц на один предмет в течение недели. Сэмюэл делится собственным опытом, что когда он учился в Канаде, он читал книгу такой величины, как он показывал, в неделю на каждый предмет. К сожалению, сейчас этим большие сложности у преподавателей. Однако нельзя сказать, что вот такие идеальные ситуации невозможны, когда дебаты на уроки ведутся только студентами, а преподаватели принимают не только опосредованное участие. И я также не хочу возвращаться в Словакию. У меня есть книги. Если кто-то интересен в это, например, здесь есть «Релизион и секуларизм», Charles Taylor, Ричард Роти, которого я встретил и он был на board. Пожалуйста, возьмите их, если хотите читать их. на столе лежат те книги, которые не собираются забрать обратно в Словакию. И если вы ощущаете в себе предрасположенность значительных философских вопросов, то, пожалуйста, берите. Хорошо. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры